Добрый день, уважаемые студенты! Я преподаватель акушерства и гинекологии Толгарского высшего медицинского колледжа Зульярова Захида Шамашраповна. Сегодня тема нашего занятия – физиологическое течение послеродового периода. Цель занятия – ознакомить студента с физиологическим течением послеродового периода. Внизу поставлены следующие задачи. Прежде чем перейти к разбору новой темы, давайте проведем опрос домашнего задания. Тема предыдущего занятия – физиология родов. Пожалуйста, поставьте видео на паузу и ответьте на следующие вопросы. Каждый верный ответ оценивается в один балл. Проверьте себя верными эталонами ответов. Следующее задание номер 2 – на понимание. Каждый верный ответ оценивается в два балла. Прочите внимательно текст предложения и дайте ответ, о чем идет речь. Внизу вы найдете эталоны верных ответов. Задание номер 3. Найти соответствие. За каждый верный ответ дается один балл. Поставив видео на паузу, сделайте отметки и затем проверьте себя. Здесь указаны верные ответы. Итак, послеродовый период. Когда же он начинается? Послеродовый период начинается с момента изгнания последа и продолжается приблизительно 6-8 недель, либо же 40-42 дня. В течение этого времени в организме женщины совершаются важные физиологические процессы. Проходят почти все те изменения, которые возникли в связи с беременностью и родами в половых органах, в эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой системе. Происходит становление и расцвет функции молочных желез. Послеродовый период можно разделить на 2 периода. На ранний послеродовый период, который длится первые 2-6 часов после родов, и на поздний период, который длится до 6-8 недель после родов. В третьем периоде начинается кровотечение. Оно физиологическое. Предельно допустимая норма или объем кровопотери составляет 250-350 мл. Но может возникнуть и осложнение в виде акушерских кровотечений, именно в послеродовом периоде. Поэтому кровотечения возникают в первые 2-4 часа после родов. И наша родильница находится в родильном зале под наблюдением медицинского персонала. В течение этого времени необходимо следить за общим состоянием, цветом кожных покровов, гемодинамическими показателями, пульс, альтериальное давление, состоянием матки. Необходимо периодически проводить наружный массаж матки, для того, чтобы способствовать ее сокращению. Удаляет из нее сгустки крови. Матка, сокращаясь, выделяет сгустки крови. Обращает внимание на состояние матки, на ее консистенцию, болезненность, на ее величину. В послеродовом периоде начинаются такие процессы, как инволюция. Это обратное развитие половых органов родильницы, которые сразу же начинаются после рождения последа. Если касаться изменений у матки, то в первые часы послеродового периода происходит сокращение матки, вследствие чего она значительно уменьшается в размерах. Она приобретает шарообразную форму, слегка приплюснута спереди-назад. Сразу после родов матка весит 1000-1200 грамм. И к концу первой недели ее масса уменьшается до 500-600 граммов. На второй неделе до 350 граммов. На третьей неделе до 200 граммов. И в конце послеродового периода масса матки составляет 60-70 грамм. А степень инволюции матки можно судить по высоте стояния ее дна. Поэтому необходимо ежедневно проводить пальпацию для определения высоты стояния дна матки. Каждые сутки ее дно опускается на сантиметр-полтора. И к концу шестой-восьмой недели после родов величина матки соответствует уже размерам небеременной матки. Здесь вы видите на рисунках изображение. Сразу же после родов состояния матки. И затем уже на шестой-восьмой неделе матка приобретает изначальную форму и положение. На этих фото вы видите, как меняется состояние передней брюшной стенки у женщины на пятые сутки, на вторые недели, через месяц и через два месяца. После родов в матке могут задерживаться фрагменты децидуальной ткани, обрывки плодных оболочек, сгустки крови. Они все подвергаются фагоцитозу и активному протеолизу с образованием раневого секрета, который называется лохи. В первые дни после родов лохи состоят в основном из продуктов распада тканей, примеси крови, может быть микробная флора, содержание которой увеличивается к четвертому дню после родового периода. В первые 2-3 дня лохи имеют кровянистый характер. Начиная с третьего дня они становятся уже кровянисто-сирозными с преобладанием лейкоцитов. Где-то на 7-9 день после родов они становятся уже сирозными. Общее количество лохи в первые недели составляет 500 до 1000 мл. При закупорке внутреннего зева сгустком крови или же в результате перегиба матки может возникнуть скопление лохи в полости матки. Такое состояние будет называться лохи метра. Здесь вы видите характер выделяемых лохи. И на этом рисунке вы видите, как необходимо ежедневно проверять высоту стояния дна матки. Родильница после двух часов нахождения в родильном зале переводится в послеродовое отделение. В акушерском отделении строго соблюдается принцип цикличности заполнения палат. Это значит, что в одну палату помещают родильниц, родивших только в течение одних суток. В настоящее время широко используется принцип совместного нахождения матери и ребенка. Поэтому в одной палате может находиться не более двух родильниц. Палаты должны подвергаться влажной уборке не реже двух раз в сутки и многократно проветриваются. После освобождения палаты подвергаются генеральной уборке. Производится дезинфекция стен, пола, мебели, проветривание и облучение ртутно-кварцевыми лампами. При переводе женщины в родильное отделение необходимо измерять температуру тела, считать пульс, измерять артериальное давление, оценивать общее состояние родильницы, состояние матки, характер и количество выделений из матки. При отсутствии самопроизвольного мочеиспускания необходимо произвести катетеризацию мочевого пузыря. Все данные записываются в историю родов. После родов женщина подвержена риску развития гнойно-септических заболеваний. Поэтому очень важно проведение измерения температуры дважды в день. Давайте закрепим тот объем материала, который я изложила. Здесь вам предоставлены вопросы, которые подразделяются на тип «Знаю» по одному баллу за верный ответ, и на тип «Понимаю» два балла за верный ответ. Пожалуйста, поставьте видео на паузу и постарайтесь ответить на данные вопросы. Вашему вниманию предоставляется видео, где мы видим родильницу, переводят в послеродовое отделение. Здесь вы видите совместное пребывание матери и ребенка. За новорожденным проводят наблюдения, оценивают состояние женщины. В послеродовом периоде происходит активная работа молочных желез. Секреция молока происходит в результате сложных рефлекторных и гормональных взаимодействий. Процесс его образования регулируется гормоном передней доли гипофиза – пролактином, действие которого проявляется после прекращения гормональной функции фетопланцитарной системы. Функция молочных желез зависит от рефлекторных воздействий, связанных с актом сосания. Раздражение тактильных рецепторов соска и околососковой ореолы приводит к рефлекторному выбросу окситоцина, который влияет на сократительную способность матки. В результате недостаточной лактации, которая зависит и от состояния молочных желез, от состояния соска, от возможности новорожденного активно сосать, у женщины может возникнуть такое осложнение, как лактостаз – застой молока в молочной железе. На этом слайде вы видите формы сосков, которые могут наблюдаться у женщины. При плоских и при втянутых сосках возможна такая патология, как лактостаз. Поэтому наша женщина, наша родильница, должна проводить сцеживание молока. Это может проводиться ручным способом, либо же путем использования молока от соса. В первые трое суток – это время пребывания родильницы и новорожденного в роддоме. Поэтому во время нахождения в роддоме новорожденный получает вакцинацию. В первые четвертые дни жизни делают прививки от туберкулеза, БЦЖ и прививку против гепатита В. За это время нахождения может развиться физиологическая желтуха новорожденных. Наиболее часто встречаемое состояние, которое у большинства новорожденных является нормальным транзиторным процессом. То есть это процесс адаптации к неутробной жизни, когда желтуха становится видимой на уровне белирубина, сыворотки крови равного где-то 80 микромоль на литров. В первые дни жизни очень важно следить за состоянием пуповинного остатка. Пуповинный остаток, длина которого обычно не превышает 10 сантиметров, постепенно высыхает и самостоятельно отпадает на 5-10 сутки. В первые дни жизни до 5 суток имеет место так называемая физиологическая потеря массы тела. Она должна составлять не более 5-8%. У новорожденного может наблюдаться гормональный или половой криз, который появляется на 3-5 сутки. Это может сопровождаться нагрубанием молочных желез, у девочек выделениями из половых путей. Это все является периодом адаптации нашего новорожденного к неутробной жизни. Если адаптация ребенка закончилась удовлетворительно, на 3-е сутки после самостоятельных родов и на 5-е сутки после оперативных ребенок может быть выписан домой. Давайте проведем обратную связь. Пожалуйста, ответьте на вопросы. Найдите соответствие. За каждый верный ответ вам дается 1 балл. Проверьте себя. Верность ваших ответов. На этом слайде вам даны критерии оценивания. Пожалуйста, проверьте себя и оцените, насколько вы правильно выполнили домашние задания и освоили сегодняшнюю тему. Тема следующего занятия – послеродовые гнойно-септические инфекции. Это заболевания, которые наблюдаются у родильниц, непосредственно связаны с беременностью, родами и обусловленные бактериальные инфекции, возникающие в течение 42-х суток с момента родов. Послеродовые гнойно-септические заболевания встречаются у 4-6% родильниц. Они могут быть следствием инфицирования во время беременности и попадания инфекционного агента в процессе родов или же сразу после них. На сегодняшний день в этиологии послеродовых гнойно-септических заболеваний есть следующие возбудители. Это анаэробы, энтерококи, стрептококи, стафилококи. Если говорить о путях распространения инфекции, то здесь имеют место клифогенный, гематогенный, восходящий, контактный. Есть определенные факторы риска развития послеродовых гнойно-септических заболеваний. Это такие, как хронический эндометрит, текущая инфекция нижних половых путей, угроза прерывания беременности после 28 недель, это мекониальное окрашивание околоплодных вод, кесарево-сечение, длительный свыше 12 часов безводный период, длительность родов свыше 18 часов, крупный плод, многоплодие, ручное обследование полости матки, кровопотеря свыше 1000 мл и массивные травмы родовых путей. Все это может способствовать развитию послеродовых гнойно-септических заболеваний. На этом слайде вам предоставлено домашнее задание, указаны источники, по которым вы можете более глубже изучить данную тему. Спасибо за внимание. Продолжение следует...